Здравствуйте! Какой визуальный и эмоциональный образ помог бы мне вас представить? Он говорит привет, говорит, что к нему не обязательно обращаться на вы, поскольку настолько хорошо тебя знаю, и с того момента, как ты был ребенком, я был с тобой рядом. Все, что происходило в твоей жизни, известно мне до мельчайших способностей. Ну, кроме того, я чувствую мельчайшие движения в твоей душе, когда идет какое-то переживание или какие-то важные импульсы. Он говорит, вопрос очень грамотный, поскольку, чтобы выйти на тот или иной источник, нужно создать правильный образ, правильное ощущение. Он говорит, ну, представь, что между тобой и Богом есть какая-то связь, какой-то посредник. То есть первый посредник между тобой и Богом, ну, если не считать своей души, то есть твою тонко-полевую структуру, то первый посредник между тобой и Богом – это я. Почему между Богом и человеком существует посредник? Поскольку услышать Бога может не каждый, а услышать ангел-хранителя значительно легче. Конечно, это тоже может сделать не каждый человек сходу, и для этого нужна специальная подготовка, за исключением некоторых людей, у которых есть врожденные дары от рождения. У тебя есть какой-то образ Бога, то есть образ совершенной справедливости, образ высшей любви, образ той причины, которая создала все эти галактики, все эти миры, впустила в действие эти законы, и которые стремятся, чтобы вы вышли на подобный ему уровень развития, уровень сознания, уровень восприятия действительности. Между ним и тобой существует нечто, что подобное Богу по качеству и близкое по духу каждому существу, который стремится к развитию. Первое существо, которое приходит человеку в момент его рождения – это ангел-хранитель. Я не считаю демонических сущностей, которые пытаются пролезть в пролезкую защиту и устроиться в оболочку. Я имею в виду светлые сущности, которые помогают человеку. Остальные приходят позже, как тогда, когда у человека, например, появляется сознание, осмысленность, и он может действовать, используя уже в большей степени собственную волю. Представь образ Бога, представь, почувствуй свою собственную природу и обрати взор от себя в сторону Бога. Первое, что ты можешь увидеть на этой динейке – это буду я. Образ ангел-хранителя – это скорее ощущение, чем визуальная картинка. Потому что визуальная картинка, которую вы рисуете, они обычно связаны с теми образами, которые рисуют те, кто либо связаны с религиозностью, либо те, кто идут на поводу своей интерпретации, на поводу фантазии. В тонком мире мы выглядим, как очень красивая голограмма. То есть многомерная конструкция, многомерная сияющая конструкция с ярко выраженной индивидуальностью и четкими и ясными намерениями. Это со стороны, скорее, как приятное переживание действительности тонкого мира, чем какой-то образ с крыльями, развивающимися золотыми волосами, либо какими-то волшебными шелковыми одеждами. В той среде, в которой мы живем, такого непосредственно образа не существует. Существует лишь образ, характеризующий нашу сущностную природу и отражающийся в определенном уровне восприятия потоками света и качеством их излучения. Наш образ связан с образом эволюции и с образом тех, кто со стороны Бога приходит к вам и хочет вам помочь. Первый ваш помощник в жизни – это ангел-хранитель. Если вам нужен помощник, первый, кто вам придет и первый, кто коснется вашей личности, сущности, вашего тонкого тела, ваших тонких тел – это будет именно ангел-хранитель. Сам позывной, когда ты обращаешься к своему личному ангелу-хранителю, то есть мысленное обращение внимания или через ощущение призывает меня на полевом уровне. То есть через эти воевые проявления сигнал доходит до области моего восприятия. Каждый ангел контролирует на расстоянии своего подопечного, независимо от того, где он находится и что он делает. То есть каждое обращение к ангел-хранителю, оно всегда доходит до адресата. Важно четко понимать, к кому ты обращаешься. Мы те существа, которые приходят к человеку в момент рождения и покидаем его тогда, когда человек уходит в тонкий мир. То есть он умирает, либо преобразует свое сознание в более тонкую форму и уходит с земли. Не у всех людей есть ангел-хранители, но у большинства осознанных людей, представителей расы, практически всех он есть. Наша задача – помочь вам с эволюцией и в какой-то степени защитить и направить вас на пути. И вербальными и, как называемые, окольными путями мы создаем для вас ситуации, чтобы вы двигались в своей эволюции и в нужное время делали правильный выбор в нужном направлении. Есть несколько возможностей для настройки. Для начала просто нужно меня звать и пытаться чувствовать. То ощущение, которое ты будешь чувствовать при моем появлении, оно будет незабываемое и оставлять особый отпечаток. И давать тебе особые переживания действительности, переживания тонкого мира. Поскольку по частотной характеристике мы очень сильно отличаемся от всего того, что ты привык чувствовать. Чем чаще ты обращаешь внимание, чем ярче ты будешь чувствовать присутствием, мою энергию, мою природу. Можно обращать свое внимание творцу Вселенной, то есть творцу того мира, в котором ты живешь. И почувствовать, кто на канале связи тебя и этого мира сидит первый. Тот, кто производит очень чистый свет, который наполняет свое сознание неким ощущением благости, ясности и разумности. Стоит потренироваться некоторое время, и это ощущение станет у тебя очень четким. От твоего внутреннего состояния, от твоего настроения может зависеть то, как ты воспринимаешь происходящее. Но когда ты спокоен, это ощущение будет всегда одно и то же. Каждый раз, когда мы приходим, например, как сейчас в беседу, ты можешь почувствовать некой частью своего существа, как будто бы мое прикосновение. Поскольку наше общение – это не только возможность передачи информации, но и более тонко познакомиться на уровне энергии. Если тебя устроит такая форма общения и такая форма идентификации, то мы на ней можем остановиться. Если этого будет недостаточно, мы придумаем что-нибудь еще. Субтитры создавал DimaTorzok